Элвин Гулуев увидел, как на улице напали на прохожего. Саламадин Нагиев, рабочий с соседнего поля, бросился в воду спасать девочек. В Астрахани трое молодых людей спасли из горящей квартиры целую семью. Шофер в горящей машине мог погибнуть, но смерть ему помог избежать случайный водитель. 25-летний ваттавчанин Шахрия Рахундов вынес человека из огня. Джалал Алиев спешит не к даме своего сердца, а к женщине, который по сути подарил вторую жизнь. Возле подъезда мужчину встречает ее сын. Вместе они поднимаются в квартиру, всего несколько лестничных пролетов и он у нужной двери. Здравствуйте, здравствуйте, Анна. Как себя чувствуете? Держитесь, а чтобы вам еще лучше было, раз видеть вас. Он видит ее второй раз, она его впервые. Джалал Алиев оказался рядом, когда Анна Ковалева была уже без сознания и еле дышала. И вроде бы уже не чужие друг другу люди, но смущение берет верх. Несколько минут топчутся в прихожей, пытаясь подобрать правильные слова. И только за чашкой чая волнения уходят, и они окунаются в воспоминания. Все, что происходило в тот день, попало в объектив уличной камеры наблюдения. Эта видеозапись помогла восстановить события по секундам, а главное – разыскать героя. Вот Джалал Алиев, заметив лежащую на крыльце женщину, подходит ближе, осматривается и, поняв, что вокруг никого, на часах 6 утра, начинает действовать. Он позвонил в скорую, а пока бригада добиралась до места, делал непрямой массаж сердца. Позже медики скажут, лишь благодаря стараниям и грамотным действиям этого человека, пациентку удалось спасти. О своем спасителе до этого дня она не знала ровным счетом ничего. Все, что рассказали ей врачи, это был мужчина в спортивном костюме. Ни имени, ни фамилии, ни номера телефона. Когда Анна после курса реабилитации пришла в себя, то даже не знала, кому говорить спасибо. Попросила сына разыскать неравнодушного земляка. Эту видеозапись опубликовали в соцсетях, и Джалал узнал на ней себя. Оказалось, что незнакомец работает в банке, а все свободное время посвящает спорту. Вот и в то утро Джалал был на пробежке, но в центре города, где упала женщина, оказался совершенно случайно. Обычно пользуется другим маршрутом. В Тольятти наградили 23-летнего тренера местной школы единоборств. Он задержал вооруженного преступника. Элвин Гулуев увидел, как на улице напали на прохожего. Он бросился на бандита, выбил у него нож и сдал полиции. В результате пострадавший остался жив, преступник за решеткой. А в спортклуб к молодому человеку пришли полицейские с благодарностью. Руслан Бигбулатов встретился с героем. Он просто шел мимо, но не остался в стороне. Элвин Гулуев стал очевидцем жестокого преступления. На его глазах буквально убивали человека. Я увидел нож, как он все это убил, этим ножом. Потом, соответственно, кровь я видел. И тогда понял, что это серьезно. Это было много ударов? Ну, при мне только раз 10 было. Как позже стало известно, добычей преступника стали деньги, меньше тысячи рублей и мобильный телефон случайного прохожего. Место преступления находится в центральной части города, на оживленной улице. Здесь десятки магазинов, образовательные учреждения, жилые дома, остановка общественного транспорта. Все происходило на глазах у десятков людей, однако вмешаться в драку не решился никто. Элвин оказался в нужное время, в нужном месте, когда человек с ножом услышал его крики, бросился бежать. Погоня длилась недолго. Он задержал вооруженного ножом преступника. И пресек его попытку скрыться с места происшествия. После чего позвонил сотрудникам полиции и удерживал его до момента их приезда. За скорость и силу удара Элвина прозвали «человек-волния». Словом, в тот день сбежать у преступника не было шансов. Кто-то должен был остановиться, значит, чтобы они плохо закончились. Может, один потерял бы жизнь свою. Потом на месте этого человека могли быть и мои родители. О случившемся Элвин поделился только с близкими. А поступки тренера в клубе узнали лишь полгода спустя, когда сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили ему благодарственную грамоту за помощь в задержании преступника. Аня и Артем день, когда они едва не утонули с друзьями, помнят в деталях. До смерти было рукой подать, но спас случайный прохожий. Соломодин Нагиев, рабочий с соседнего поля, бросился в воду спасать девочек. Он смог вытолкнуть их из реки, но сам попал в воронку, из которой не сумел выбраться. Он, когда начал тонуть, он схватил мою подругу за руку, а потом уже, когда полностью ушел, он понимал, что моя подруга с ним сейчас уйдет, отпустил ее. Спустя несколько дней местных жителей шокировал не только сам случай смерти, а то, что тело спасителя двух девочек пришлось искать его родственникам. Вызвали милицию МЧС. Милиция приехала, данные списала, Быковская милиция приехала. Они данные списали и уехали. На следующий день должна была приехать МЧС. Сказали, в 7 часов позвоним. И ни в 7, ни в 8, ни в 9 никого не было. Родные и друзья Соломодина были вынуждены на свои деньги нанимать водолазов. Тело родственника нашли спустя 5 дней. Почти у стока в Москву реку. Вот мы нашли тут, под дом был, наверху под дом. Одному голову видно было. Наши ребята все переехали, да? Наши ребята все переехали, вот мусор там чистили все. Все мусор чистили, вот. Потом вода мы забрал туда. Берега реки Пихорки для люберчан раньше были местом отдыха. Но последний случай теперь отпугивает даже туристов. В Астрахани трое молодых людей спасли из горящей квартиры целую семью. На помощь они пришли, не дожидаясь приезда пожарных. Их уже представили к награде репортаж Венеры Ажмулаевой. Едкий запах горелой резины, который тянулся в квартиру, сразу нарушил спокойствие семьи Мамедовых. Старшие братья Архан и Сархан рассказывают, попытались выйти на лестничную площадку, но густой дым с первого этажа уже окутал их второй. Поняв, что случилась беда, ребята выпрыгнули на улицу прямо со своего балкона и поспешили на помощь к соседям. Высота этого балкона на первом этаже с улицы более двух метров. Но ребята, помогая друг другу, смогли на него пробраться. Далее они ногой выбили пластиковую дверь, и вся квартира к этому моменту уже была в дыму. Вдалеке в коридоре виднелось пламя и плакали дети. Сильное задымление не позволяло дышать. Братья и их друг хотели прикрыть лицо влажными тряпками, но в кране на кухне не было воды. Проникнул он первый туда, женщину вытащил, сюда на свежий воздух, она начала в себя проходить. У него все лицо черное было, и голова горела, волосы горели. Мы это тушить начали. Потом пошел я, ребенка первого взял. Именно в этой детской, охваченной пламенем, спасения ждал другой малыш, пяти лет. Ребята передвигались быстро, но огонь распространялся быстрее. Архан рассказывает, когда он уже выносил обожженного ребенка из комнаты, взорвался телевизор. Действительно ли постояльцы квартиры были в нетрезвом состоянии, теперь сказать трудно. По данным регионального МЧС, предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Спасатели хоть и приехали на место ЧП быстро, но даже через 10 минут шансов на спасение у женщины и детей было бы гораздо меньше. Сотрудники МЧС признают, поступок молодых людей – нерядовой случай. Опасность для них была слишком велика. Данные граждане проявили мужество и самоотверженность. Значит, при спасении этих детей рискуя собственной жизнью, собственной здоровью, учитывая и высоту, и задымленность в помещении, данные граждане заслуживают уважения и почтения наших горожан. Правда, простого спасибо от едва не сгоревшей женщины и родителей маленьких детей Архан и Сархан не дождались. Около месяца назад на этом перекрестке произошло жесткое ДТП. Со стороны Карасунской на большой скорости мчался таксист на желтый мигающий сигнал светофора. В этот момент по улице Красной двигался автомобиль БМВ. Столкновения избежать не удалось. От удара иномарка врезалась в столб, а машина такси загорелась. Доставщик еды на мопеде чудом не пострадал. Водителей авто госпитализировали. Шофер в горящей машине мог погибнуть, но смерти ему помог избежать случайный водитель. Мы нашли его и готовы познакомить этого героя со всеми жителями города Краснодара. В этом доме живет тот самый герой, 56-летний уроженец Азербайджана Эльхан Азизов. Авария произошла у него на глазах. Несмотря на свою болезнь, этот человек спас из горящей машины 25-летнего горожанина. После того, как загорелось такси, Эльхан с другим очевидцем прибежали к месту ЧП. Но вытащить пострадавшего было не так просто. Дверь со стороны водителя была заблокирована. После того, как на место происшествия подоспели медики, Эльхан сел в свою машину и поехал домой. Но уже на северных мостах почувствовал сильный кашель. Решил позвонить своей жене, Елене. Мне муж позвонил и сказал, я спас человека. Я не поняла, что случилось. Говорит, мне плохо-плохо, вызывай скорую. Ну, и он в дороге ехал. Машину поставил в гараж и уже поднялся. Конечно, ему очень было плохо. За стенку держался. Забрали его в больницу. И в больницу уже там реанимацию положили. Потом его в интенсивную терапию перевели. Ну, слава богу, все нормально. Водитель живой, муж живой. Сейчас с нашим героем все в порядке. Он также продолжает проводить время со своей супругой и наслаждаться жизнью. Вот такие простые будни у героев нашего времени. Но все же Эль-Хан оказался расстроен, что в тот самый вечер вокруг горящей машины собралось множество очевидцев. И вместо помощи они просто снимали происходящее на свои телефоны. Такова наша реальность. Эти храбрые молодые азербайджанцы спасли из горящей машины русского парня. Не побоясь, что машина взорвется, они поступили как мужчины. Рискуя, вытащили парня из авто. Дома спасенного парня ждала семья. Жена и двое маленьких детей. Слава богу, что на свете существуют настоящие герои, которые не носят масок и плащей. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале четвертого утра на трассе Павлодар-Экибастус. Автомашина BMW вылетела в кювет и загорелась. За несколько минут до взрыва 33-летнего Дениса Ариха из салона вытащили четверо мужчин, которые проезжали мимо и заметили пламя. Очевидцами ДТП оказались четверо друзей. 30-летний Рамиль Гафаров, 31-летний АЭС Амалиев, 35-летний Расим Рызаев и 27-летний Фуат Курбанов. Скорее, Зенгеля, скорее. А? Юзичи. Как тамаскавал я? Блин, чей я? Давай, ты зеленый, тыс. Че, Рамиль, Расим, цех машин пострадзах. А в Нижневартовске доброволец не допустил беды. 25-летний вартовчанин Шахрияр Ахундов вынес человека из огня. Пожар случился в частном доме в поселке Дивный. Огонь в считанные минуты охватил деревянное здание. В это время Шахрияр находился неподалеку. Долго не раздумывая, он перелез через забор, вошел в горящий дом и стал обходить комнаты. В одной из них он обнаружил человека и вынес его на улицу. Молодой человек рассказал, что знает отца пострадавшего, однако с расположением комнат знаком не был и действовал интуитивно. Во время спасательной операции Шахрияр сам надышался дымом и порезался стеклом, но говорит, что на помощь пришел бы в любом случае. Ничего не думал. Думал, там люди, там надо помочь. От меня только помощь не было бы ожидаться. Больше ничего. Не боялся, ничего. Так думал, может дети там, старики какие-нибудь. Помощь мне. Любому человеку помощь мне. Если кто-нибудь помощь мне сдается, надо помогать, если есть возможность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом говорят, что кавказцы русских не любят, не уважают. Еще как уважают. Видите, да? Нацией это не имеет значения. Самое главное быть человеком. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok